Привет, сейчас мы будем делать пакет Tracer 4.2.4.4. Для этого открываем страницу нашего пакет Tracer в учебнике и скачиваем сначала инструкции. Сейчас они откроются. Вот, открылись. Нажимаем кнопку скачать. Сохраняем. И скачиваем. Так, секунду. Вот, у меня открылись инструкции наконец-то. Здесь у нас вопросы и ответы. Это вам самое важное. Вам нужно отвечать на вопросы, которые здесь заданы, вот в этих вот синеньких полях. Иначе вам не засчитает работу, если вы не отправите файл с ответами на вопросы. Также скачиваем ПК-файл. Запускаем его. Сейчас у нас откроется пакет Tracer наш. И в нем тоже будут инструкции и задания. Вот, он у нас открылся. У нас просят ввести имя, email, дополнительную информацию. Вводим инструкция. Закрепляем наверху всех окон, чтобы оно не сворачивалось. И делаем задание. В этом задании нам нужно соединять устройства. Вот у нас устройства. Нам нужно их посоединять с помощью кабеля. Для этого переходим снизу в раздел Connections. И делаем все по порядку, по заданиям. Правильный кабель для подключения Fast Ethernet 00, роутер 0 к порту, Ethernet 6, Cloud, облако. Выбираем. Я еще не знаю какой это кабель, но я думаю, что это обычный, обычная витая пара. Нажимаем на облако. И да, Ethernet 6 это и есть обычный разъем. Подключаем его к Fast Ethernet 00, роутера 0. Идем дальше. Подключаем облако к кабельному модему. Что бы это ни значило. Мы видим, что здесь коакциальный порт. Поэтому мы выбираем коакциальный кабель. И выбираем порт 0 и порт 7. Подключили. Дальше. Подключите маршрутизатор роутер 0 к роутер 1. Здесь мы будем использовать кабель, но не обычный. Вот он. Секунду. Copper Cross Over. Есть Copper Stray Through. Это у нас кабель для подключения роутера к устройству. А если мы хотим подключить роутер к роутеру, мы используем кабель Copper Cross Over. Нас просят включить к Serial 00. Ага, это не тот кабель. Так как мы видим, что... Секунду. Вот мы можем нажать на роутер и посмотреть, какие у нас здесь есть разъемы. И так, не тут, но не важно. В общем, нам нужен серийный кабель. Вот у нас есть Serial DCIM. Нажимаем на него. И подключаем к порту Serial 00. И также тут к порту 00. Вот. Подключено. Зеленые треугольнички есть. Все работает. Дальше. Подключить роутер 0 к Netacad PA. К серверу. Подключаем. Вот. Подключили. Дальше. Роутер 0 к конфигурационному терминалу. Однако это нам нужно подключить через консольный кабель. Выбираем порт RS332 и подключаем голубенький консольный кабель к консольному порту роутера 0. Дальше. Подключаем оставшееся устройство. Роутер 1 к свитчу. Выбираем кабель. Так, какой порт? Fast Ethernet 1.0. Fast Ethernet. Не понял. 1.0. Роутер 1. Секунду. Выбираем кабель. Подключаем. Ага. Это видите у нас оптоволоконный кабель. Поэтому мы выбираем. Octal. Ой. Fiber. Оптоволоконный кабель. И подключаем к порту соответствующему. И здесь тоже. Вот. Подключили. Идем дальше. Подключите кабельный модем к роутеру. Порт 1.0. Порт 1 модем. Любой кабель. Смотрим, что порт 1 это у нас обычный кабель. Подключаем к порту интернет. Подключили. И самое последнее. Подключи. Family PC к роутеру. С помощью тоже обычного кабеля. Ethernet 1.0. У нас Ethernet 0. Вот. Мы все подключили. Видим, что баллов у нас 80 из 80. Теперь у нас идет проверка подключений. Для этого открываем командную строку. Family PC. Desktop. Command Prompt. Вот. Здесь. Пинг для сервера Netacad.pa. Вводим. Пинг. Netacad.pa. И ждем ответа. Ой. Ой, я ошибся. Тут не Netacad.pa. А. Секунду. Ctrl Z. Тоже не работает. Хорошо. Попробуем перезапустить. Тоже нет. Ага. То есть вам надо вводить не так, как я. Netacad.pa. А HTTP. Netacad.pka. Вот. Сейчас я попробую выйти. Вот. Ctrl C. Комбинация Ctrl C. Мы останавливаем процесс. И пингуем еще раз. Пинг. Netacad.pka. Я снова сделал все не так. HTTP. Два и точи. Два слэша. И вот теперь наконец-то. Netacad.pka. И даже инструкторы иногда запутываются и ошибаются. Например, я думаю, что пинговать можно как HTTP запрос, так как он по сути банально DNS сервером превращается в IP адрес. Однако так нельзя. Нам нужно сначала посмотреть, какой у Netacad.pka IP адрес. Вот он. Скопировать его. И пингануть его. Пинг. Вставляем IP адрес. И вот теперь наконец-то у нас идет пинг. Ждем ответов. Ждем. И похоже, что у нас проблема в подключении, так как здесь зеленые треугольнички. Значит, мы неправильно подключили роутер к серверу. Смотрим. Выберите правильный кабель для подключения порта. FastEtherNet 0.1. Роутер 0. К порту FastEtherNet 0. Netacad.pka. Смотрим. Сейчас нажимаем Delete. У нас появляется вот такой вот крестик. Нажимаем на наш кабель. И теперь нажимаем Escape. Все. Теперь будем смотреть, каким образом нам нужно подключить эти устройства. Так как обычный, вы видите, кабель не работает. Удаляем. Попробуем. Другой кабель. Вот. Этот кабель работает. Видите? Выходит, что нам нужно сервер к роутеру подключить не с помощью Straight Through кабеля, а с помощью Crossover. Вот. Теперь у нас все должно работать. Переходим в нашу консоль. И еще раз пингуем. Ждем ответа от сервера. Вот. Мы видим, что идут ответы. Значит, у нас все работает. Что нам дальше говорят сделать? Дальше нам говорят веб-браузер. То есть, закрываем командную строку. Открываем браузер. И переходим по ссылке. И переходим по ссылке. Ждем снова ответа. В этот раз не от сервера, а от свитча. Вот. Как мы видим, первые два запроса были неудачными. Однако, следующие два были удачными. Можем еще раз пинггануть, и сразу все четыре будут успешными. Вот. Дальше. Что нам делать дальше? Дальше, дальше. Дальше. Откройте роутер 0 с Configuration Terminal. То есть, нам нужно открыть доступ, настройку роутера через этот компьютер. Для этого заходим в Desktop. Терминал. Ок. И что мы видим? Что у нас есть доступ к роутеру. Мы можем его настраивать. И делать что угодно. Все. Теперь нам нужно изучить физическую топологию. Для этого переходим в физический уровень. Нажимаем Home City. Видим, что здесь у нас есть Home Network. И вот разные работы. Например, нажмем Home Network. Так, вот мы видим, здесь есть Home PC, Home Printer, кабель, модем. То же самое, что и вот здесь. Вот. Вот это вот у нас отображено вот здесь. Видим, на столах стоит. Вот. Изучаем дальше нашу физическую топологию. Я показал, как это делать. И отвечаем, главное, на вопросы в нашем PDF-файле. И все. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.